Сейчас я прям чувствую, как в меня полетят гнилые помидоры. Неандермология, LPG, вакуумно-роликовый массаж, радиоволновой лифтинг, мезотерапия, фосфатидилхолин и дезоксихолат натрия, капилляры мезотерапии, обертывание, гремосметилксантинами, лучше есть пирожки, чем качаться и выглядеть как мужик. Здравствуйте, я доктор Амина, добро пожаловать на мой канал Антикосметолог, где я просто честно и по существу рассказываю об актуальных вопросах дерматологии и косметологии. В прошлом ролике мы говорили о причинах и механизмах развития целлюлита, мы обсудили 4 стадии целлюлита и поговорили о процессах, которые протекают в подкожной жировой клетчатке. Я обещала рассказать об эффективных вариантах эстетической коррекции целлюлита. Обещала, выполняю. Все те процедуры, о которых я буду говорить сегодня, эффективны только при двух вариантах целлюлита. Первый вариант – это целлюлит второй степени у девушек, которые всегда имели нормальный индекс массы тела, но следить за питанием и заниматься спортом начали не так давно. То есть мы будем обсуждать методы эстетической коррекции второй стадии целлюлита, когда тренировки и правильное питание не дают желаемого результата. О ситуации, когда имеется целлюлит второй степени, но при этом в рационе присутствуют булки и пирожки, а физическая нагрузка сводится только к хождению от холодильника до дивана, я говорить не буду. Потому что в таких вопросах чудес просто не бывает. Второй вариант, при котором методы эстетической коррекции могут быть эффективны, это ситуация, когда девушке удается сбросить 10-15 лишних килограмм путем нормализации рациона питания и физических тренировок. Об историях, когда женщины худеют на 40-50 и больше килограмм, я говорить не буду, потому что это в большей степени касается избытка кожи, и в таких ситуациях речь нужно вести о методах хирургической коррекции. Но в этих двух случаях есть три задачи, с которыми мы эффективно можем справиться без рисков и ущерба для общего соматического здоровья. В наших силах нормализовать венозно-лимпатический отток, уплотнить дерму и уменьшить в размерах адипоцит. Я подчеркиваю, не разрушить адипоцит, а уменьшить его в размерах. Почему же я против разрушения адипоцита? Потому что адипоцит – это маленький эндокринный орган в женском организме. Во-вторых, организм, стремясь восстановить клеточное равновесие, будет пытаться воссоздать утраченный адипоцит. До недавнего времени считалось, что количество жировых клеток стабильно и одинаково на протяжении всей жизни. Но не так давно было сделано открытие, которое подтвердило способность стволовых клеток крови трансформироваться в жировые клетки в случае необходимости. К сожалению, это открытие не получило должного внимания. Это открытие не учитывается некоторыми производителями оборудования для коррекции фигуры и лечения целлюлита. Конечно, удобнее считать, что в результате липолитических процедур жировая клетка разрушается безвозвратно. Но в этом и кроется проблема, потому что липолитические процедуры и вообще удаление жировой клетки – это сизифов труд, который стоит немалых денег. Третья причина, по которой я против разрушения адипоцита – это фиброз. Дополнительный фиброз нам не нужен, потому что фиброз – это одно из звеньев в патогенезе целлюлита. Что бы кто ни говорил, но я ни разу не встречала исследование, которое бы подтвердило способность аппарата или препарата для лечения целлюлита устранять сформировавшийся фиброз. Наоборот, патогистологические исследования подтверждают усиление фиброза в подкожной жировой клетчатке, но почему-то преподносится это как большой существенный плюс. Убрать целлюлит раз и навсегда невозможно, потому что женский организм – это динамически меняющаяся система. И никто не может предугадать, когда произойдет гормональный сбой, когда женщина наберет лишние килограммы или когда прекратятся тренировки. Эти три момента могут свести на нет все многолетние старания. Поэтому борьба с целлюлитом – это как строительство замка из песка. Все эффективные и относительно безопасные методы эстетической коррекции целлюлита я подразделяю на три основные группы. Первая группа – это косметические методы. Сюда я включаю обертывания, пилинги, кремы и мануальные массажи. Вторая группа – это аппаратные методики. LPG-н дермология, вакуумно-роликовый массаж. И третья группа – это инъекционные процедуры. Мезотерапия непрямыми липолитиками или капилляромезотерапия. Обертывания. Для стимуляции липолиза больше подходят горячие обертывания. Для усиления венозно-лимфатического оттока – холодные. Пилинги помогают уплотнить дерму. И напирание жировых клеток изнутри становится не таким заметным. В клинических испытаниях разрекламированные кремы с метилоксантинами, я имею в виду кофеин, теобромин, теофилин, показывают очень слабую эффективность. Но кремы с ретинолом, наоборот, являются довольно эффективными. И в нескольких исследованиях демонстрируют уплотнение дермы на 10-15%. Лимфодренажный антицеллюлитный мануальный массаж – это довольно доступная по цене процедура, которая пережила многие новомодные методики по коррекции фигуры и целлюлита. Главное – найти хорошего специалиста. Аппаратные методики. В одном исследовании восьмилетней давности сравнивалась эндермология и мануальный лимфодренажный массаж. Принципиальной разницы между этими двумя методиками замечено не было. Да, состояние кожи улучшалось. Улучшение составляло порядка 30%. Эндермология LPG и вакуумно-роликовый массаж вполне сопоставимы по эффективности с ручным лимфодренажным массажем. Но в эндермологии мне нравится костюм, который препятствует травматизации сосудов. В группу аппаратных процедур я не включаю радиоволновой лифтинг или РФ и кавитацию, потому что не считаю эти процедуры достаточно безопасными. А целесообразность их применения для профилактики или лечения целлюлита лично у меня вызывает множество вопросов. О каждой из этих процедур я планирую снять отдельное видео. Мезотерапия. В лечении целлюлита я против прямых липолитиков, таких как фосфатидилхолин и дезоксихолат натрия. Эти два вещества в комбинации сначала разрушают мембрану клетки, а затем растворяют ее содержимое. Эти вещества изначально применялись для растворения небольших липом, доброкачественных опухолей и жировой ткани. Обработка этими веществами обширных областей может приводить к липоатрофии, дает серьезную нагрузку на организм, а неправильная техника введения может вызвать некроз мягких тканей. Но это не главная причина, по которой я не люблю прямые липолитики. И дело даже не в том, что прямые липолитики разрушают адипоцит, а это в свою очередь приводит к развитию фиброза. Главная причина моей антипатии кроется в концептуальном несоответствии прямого липолитика решаемой проблеме. Это все равно, что решать проблему головной боли с помощью гильотины. Прямой липолитик это про разрушение, но никак не про оздоровление или восстановление подкожной жировой клетчатки. Интересный факт, но в Бразилии, где царит культ тела, где очень популярны процедуры коррекции фигуры и лечения целлюлита, запрещен импорт, применение и использование фосфатидилхолина в косметологии. Так какую мезотерапию в лечении целлюлита я приветствую? Существует понятие капилляра мезотерапии или мезососудистой терапии. Это микроинъекции сосудистыми препаратами, гинкобилоба, рутин и экстракт мелилота, центелла азиатская, которые производятся с быстрой скоростью на определенную глубину для нормализации работы сосудов. Но такая мезотерапия также способствует ретракции, то есть сокращению кожи за счет быстрой множественной микроперфорации. Все те процедуры, о которых я рассказала, могут быть эффективны лишь в том случае, если они проводятся на фоне профилактических мероприятий. В прошлом ролике я говорила о том, что первая стадия целлюлита или предцеллюлит является физиологической нормой. Но для того, чтобы целлюлит не прогрессировал, необходимо проведение профилактических мероприятий. Так что же нужно делать для того, чтобы целлюлит первой стадии не трансформировался во вторую, а все процедуры и методы эстетической коррекции целлюлита были эффективными? Нужно ограничить ношение тесной одежды и обуви на высоких каблуках, Отказаться от курения и приема алкогольных напитков, о влиянии курения на состояние кожи я рассказывала вот в этом ролике. Нужно заниматься лечением заболеваний позвоночника и устранять нарушение осанки. Отказ от гормональных контрацептивов, я имею в виду оральные гормональные контрацептивы, значительно улучшает качество кожи и тела и способствует нормализации венозно-лимфатического оттока. Сейчас я прям чувствую, как в меня полетят гнилые помидоры. Необходимо регулярно заниматься спортом, но под антицеллюлитным спортом понимается далеко не любой вид физической активности. В передвижении лимфы большое значение имеют отрицательное давление в грудной полости и увеличение объема грудной клетки при вдохе, что приводит к присасыванию лимфы из лимфатических сосудов. Движению лимфы, так же как и венозной крови, способствует сгибанию и разгибанию конечностей в суставах. При мышечных сокращениях, а особенно при сокращениях с отягощением, происходит движение лимфы по лимфатическим сосудам. Исходя из банальной физиологии, лучший антицеллюлитный спорт, на мой взгляд, это занятия в тренажерном зале с хорошим фитнес-инструктором. Пилатес, стретчинг, танцы, йога, это все великолепно и замечательно для общего состояния здоровья, но как антицеллюлитный спорт это нельзя рассматривать. Я представляю, что начнется в комментариях. Да лучше есть пирожки, чем качаться и выглядеть как мужик. Дорогие дамы, если вы не принимаете стероиды, результатом постоянных умеренных тренировок станет вот такое тело. Женщинам без фармакологической поддержки набрать мышечную массу просто нереально. Поверьте мне, как человеку, который знает фитнес изнутри. Необходимо также из рациона убрать избыток углеводов. Под углеводами подразумеваются не только хлебобулочные изделия и сладости, а также некоторые крупы и даже фрукты. Кроме всего прочего, существуют также определенные диетические добавки, которые значительно могут улучшить качество кожи, бедер и ягодиц. Если вы хотите знать больше об антицеллюлитном питании и диетических добавках, напишите об этом в комментариях. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если да, ставьте лайки. И помните, лайк это виртуальный и абсолютно бесплатный эквивалент слова спасибо. Всем тем зрителям, которые хотели оказать материальную помощь развитию канала, я сообщаю, что теперь это возможно. Всю подробную информацию вы найдете в инфобоксе. Если вам требуется моя врачебная консультация, пожалуйста, пишите на электронную почту. Подписывайтесь на мой инстаграм, там много полезной информации. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока!